Сегодня, пока в Москве было еще раннее утро, несколько десятков информагентств интернет-порталов сообщили о том, что в ближайшие дни Центробанк планирует ввести в Бинбанк и внешнее управление и приступить к санации, то есть к оздоровлению экономики банка. Все сообщения были со ссылкой на анонимные источники. И Центробанк, и Бинбанк хранили молчание. Красноярские отделения Бинбанка работают в штатном режиме, как будто и не было того шквала противоречивой информации, что обрушился на финансовое учреждение сегодня. В прессе сразу вспомнили, что в августе в банке сократилась сумма вкладов от частных лиц, сократилось заимствование средств в Центробанке и других банках. Что ранее один из аналитиков Альфа-Капитала назвал Бинбанк в числе проблемных и рекомендовал клиентам перевести средства в другие организации. В том же письме был упомянутый банк открытия, санацией которого Центробанк занялся не так давно. Лишь ближе к полудню по московскому времени информацию подтвердил один из основателей Бинбанка Микаил Шишханов, который сегодня вновь возглавил Совет директоров. Сейчас мы находимся в активной и переговорной стадии с Банком России. Наша цель при поддержке ЦБ через фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и Ростбанка. Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов Бинбанка, включая каждого вкладчика. Ранее я не рассчитал бизнес-силы, проблемы Ростбанка, взятого на санацию, и МДМ-банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры. Бинбанк занимает 12 место среди российских банков. В прошлом году он показал неплохую прибыль. Только в Красноярске у него 10 филиалов. Финансовое оздоровление – лучший выход для банка. В отличие от банкротства клиенты не пострадают. Центробанк как раз и заинтересован в том, чтобы банк оставался устойчивым, чтобы не было ни паники, ничего, и, соответственно, никаких блокировок счетов ожидать не стоит, никаких проблем по большому счету быть не должно. То есть банк будет продолжать оказывать услуги в том объеме, в котором он их оказывал. Будет продолжать выполнять обязательства, принимать платежи по кредитам, выплачивать проценты по вкладам. Все в текущем режиме. Сейчас банк продолжит работу в обычном режиме. Одна из последних новостей на официальном сайте – скорое открытие двух новых офисов в Москве. Дмитрий Пименов, Эдуард Баглаев, Фонтова Новости.